Эйо, всем привет! Это CG-подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. Это видео, это продолжение подкаста с Андреем Мяснянкиным, который мы начали неделю назад. А Андрей это главный и крутейший колорист в нашей стране. Вы, да вы знаете, вы, вы все знаете. Вообще, это второй раз, когда Андрей на нашем подкасте, он уже был у нас, когда мы были в формате аудио подкаста, и было очень круто именно встретиться с ним вживую, познакомиться еще раз. Кстати, мы даже после этого с Сашкой уже сходили в его студию и посмотрели на то, как он работает, где он работает. Потрясающе, он всякие классные книги показал. Классно, надеюсь, еще как-нибудь сходим. Что будет в этом выпуске? В каких кинотеатрах максимально круто смотреть кино? Это будет в самом начале. Про индийское кино в чемоданах? Что, правда, на покраску доставляют кино в чемоданах все еще? Это будет где-то в середине. И как передавать много данных? Какими протоколами сейчас пользуются и просто про то, как большие объемы данных текут. Потрясный выпуск. Погнали! Какой в Москве самый крутой кинотеатр? Куда сходить? Красиво. Лазерный Аймакс. Это где он? В океане? В океане, по-моему. По-моему, где-то еще есть. А вот на скафе Аймакс. Или там уже просто Аймакс. Там старенький. Самое крутое, что я видел, это лазерный Аймакс. Это мне было. Но с лазерами очень сейчас такая штука опасная. Потому что я столкнулся сейчас. Сейчас у нас два премьерных кинозала. Это «Октябрь» и «Художественный». И в обои поставили лазеры. А лазеры чуть по-другому даже не... Они показывают. Они, конечно, показывают. Но все зависит от смотрящего. И каждый человек, так как длина волны... Ну, то есть, у тебя очень острые пики в RGB. Каждый человек очень по-разному воспринимает изображение. Кто-то видит там, например, красный и оранжевым. Кто-то малиновым. Это почему? Потому что это из-за проектора... Потому что спектр... То есть, если там у лампового проектора спектр такой волнами, то здесь он просто, знаешь, три иглы. RGB. И у каждого глаз по-разному просто... Воспринимает, да. И я вот сейчас там писал даже в Filmlight. Я говорю, ребят, может, там есть какой-нибудь у вас... Пресетик. Пресетик для аутпута, для экспорта... Комплейсор. DCP, под лазерный проектор. И у меня там есть такой Color Scientist, Даниэль Сиргузанов. И он мне такой просто присылает, просто исследование с этими точками. Говорит, вот у нас было там 20 испытуемых, там 15 такие-то, 5 показали такие результаты. У некоторых людей там синее в зеленое, у некоторых зеленое в какое-то... То есть, он говорит, это полностью зависит от смотрящего. Ох. И это реально проблема, потому что так смотрим кино, вроде похоже, а вроде такие... Что-то там красное вдруг, знаешь, загорелось там. Не значит ли это, что лучше от лазера тогда отказаться, раз... Пока это не лазер, то все выглядят плюс-минус одинаково. Нет, это вопрос технологии, опять же, там, сохранение, там, ну, не знаю, как там, экономии энергии. То есть, уже в физику глаза упирается, как будто бы. Получается, что так, но сейчас все, ламповые проекторы, по-моему, со следующих годов прекращают пускать. Развивая историю, это могло быть так, что следующий вообще этап развития кино, где тебе нужно участвовать, и ты бегун, ты должен бежать, чтобы понимать сюжет, но кто-то бежать просто не успевает, и такой, ну, чтобы узнать, что будет, вы должны успевать бежать. Так и у вас тут, типа, глаз должен смотреть. Нет, это экшн-фильм, понятно, но ты такой, блин, не хочется бежать. Пойду там про чувака в коме, он в больницу, я там полежу, отдохну, трехчасовой тем более. Знаешь, я ваш экшн не люблю, но на ужасы как тоже перестал ходить. Или там, что-то там надо... То есть, это прям в физику упирается? Бухнуться там, пойду, фильм про алкоголь. Пойду Звягин тебя посмотрю. К счастью, еще снимает. Ну, блин, Андрей сейчас в больнице. Да, 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 он после ковида в Германии, по-моему, он лежал. Или сейчас он еще там. Сейчас еще там, помню. Да, вот. Ну, вроде... Все нормально. Как будто бы... Что я последнее читал? Я сбился. А что с старыми добрыми этими проекторами ламповыми? Все, их будут убирать и вставить лазер из динамома одних? Ну, я думаю, что они долго будут еще держаться. Но в итоге... Но лазер до HDR не дотягивает. И кинотеатры никак не обновятся. И максимум... Там, мне кажется, нет. Ну, там были... То есть, вот это была выставка в Амстердаме ABC. Там показывали какие-то видеостены. Ну, то, что сейчас вот есть, экраны, да, снимают на вот этих... Панели. На панели. На панели. Вот, собственно, там можно сделать HDR? Да. Ну, сколько? А я не знаю. Но их... Вот Женя рассказывал, приходил в МРП этот Бербасов. Что да, там есть прям близкие к HDR. Но мы цифры просто не произведем. Их используют как источники света настоящие. Мягкого. Эту штуку. Да. Ну, то есть, там солнца, понятно, не будет, как солнце светить. Но там что-то близкое к HDR. Ну, когда будет солнце, как солнце светить-то, да? Тогда и можно поговорить. Но пока на жесткие тени и на солнце все равно свет ставят источники. Ну, вот когда они сделают панели, то есть, не будет проекторов, будут просто такие. Там Samsung сделала Sony. Просто такие экраны. Ты приходишь, у тебя такой огромный телевизор. Но это все равно там будет сделать телевизор размером, как в октябре, 25 метров шириной. Это, я думаю, что миллиард будет. Но я думаю, что сейчас гонка телевизоров будет все равно. Они будут ярче, ярче, ярче. Потому что, опять же, вот Dolby Vision стандарт, он подразумевает, что у тебя там монитор, который показывает там тысячу в full frame, мастер монитор должен. И это, конечно, ты включаешь на тысячу. Чуриться приходится. Ты, конечно, как фонарик, глаза посветил. Боже мой. Ты себе монитор купил HDR? Да. А ты, Саша? Ну, да, я думаю, да. HDR. Ну, это же люто дорого. Ну, не твой, а вот уже. Ну, что делать? Для дома себе какой монитор взять, чтобы недорого и работал? Не, недорого, чтобы работал. Монитор именно. Монитор не скажу, а телевизор, ну, какой-нибудь OLED. Просто фантастический. Любой. Но мне кажется, что все махи... LG C1. Нормально. А у меня какой-то LG телек. Вот. Когда переехал в Москву, купил огромный телек на 10 дюймов больше, чем 8. Вот. И плюс из-за ковида и из-за всего такого как-то стало понятно, что в кино так лень ходить. Хотя кино вот буквально там 10 минут до кинотеатра идти от дома. Даже меньше. Я в кино хожу только на... Прости, что перебил. Вот на супер блокбастер какие-то вот... Довод выходил, потому что долго не было кино. Но Дюна и вот что-то еще в промежутке было. Ну, да. А так, типа, эти... Куча подписок. Там подписка на кинопоиск, на Netflix, на Apple TV. Щелк-щелк. Она все перекрывает. Все желания что-то смотреть. Ну, блин, вот в лазерном iMacs, и вот сейчас мы были... У нас знакомая пригласила просто на последний... У нас сеанс начинался в 23.00. Последний день перед локдауном. И это был последний сеанс. Дюны вообще в городе. То есть, после этого там, по-моему, Дюна... Хотя сейчас кто-то говорил, что ее опять запустили. И в кинотеатре Москва. Такой какой-то пафосный там билет. Что-то 6 тысяч стоит. Ничего себе. И, конечно, там впечатление. То есть, в принципе, кран примерно как у меня в студии. Но фантастический звук и впечатление. То есть, вот звук изображает. То есть, хороший проектор прямо. То есть, я вот видел по трейлерам. Прямо очень хорошо отстроенные все там. И это, конечно, впечатление другое. Чем ты сидишь там в кровати там с айпадом. Ну, да. 6 тысяч. 6 тысяч. Нет, лазерный Аймакс. Тут же ты за эмоции платишь. За впечатление. Да. Которые мне дают кино. Это просто такой... Нет, такой кинотеатр там 6 тысяч. Можешь за 800 рублей сходить. Угу. Да. Но все равно в этот... Ну, вот лазерный Аймакс... Самое... Ну, когда вот делали, по-моему, притяжение. Тестировали там Аймакс. Как раз картинку ездили. И там его только, по-моему, отстроили. И там, конечно... Ну, так Нетфликс не убьет кино. Нет. Все равно... Ну, это как... Как говорили, вот там что-то... Телевидение убьет радио. Или там еще что-то там. Потому что кино убьет театр. Да, да, да. Пока не сработало. Электромобили убьют там. Самолеты убьют. Паровозы. Нет, нет. Это еще будет жить долго. Это слишком большой бизнес, мне кажется. Запад убьет Россию. Все еще. Держимся. Вот мы посмотрели Дюну. Это, конечно, фанат... Вообще просто. Я фанат Дюны. Я там в детстве играл. Там вот в эту какую-то Дюну. На Сеге. Стратегию. Не-не, на PC. На компе она выходила. На Сеге играл. Смотрел старый фильм. Читал книгу. То есть, я такой фанатик был. Как старый фильм? Я его пересматривал в этом году. Да, прекрасно. Стинг там просто. Я его давно смотрел очень. Не помню, что там. Мне там очень, вот именно в старом нравится... Крепота всего. Да. Это же просто потрясно. Как там этот летает Виктор или как его? Я не знаю про кого-то. Ну, главный злодей условно. Нет, там понравилось, что... Можно заснуть вообще фантастику. У меня вот... Да не-не-не-не. Жена показатель. Она просто на любой фантастике. Ее постоянно таскают. На Звездные войны она такая. Это что там про это? Я говорю, сложно объяснять. Вообще суперфильм. Владер на IMAX идем. Титры. Я смотрю как раз. Спит просто там уже. И все. А Дюну, она вот целый сеанс вот так просмотрела. Там хватало меня за руку. Но старая Дюна идет. Она еще 2.30 идет. Да, старая столько же идет. Просто там намного плотнее все, потому что больше сюжета впихнуто. Там как будто бы как раз не хватает времени на развитие вот этого сюжета. А здесь ты прям успеваешь прочувствовать то, как что происходит в драматургии и все. Я еще видел, что уже анонсировали новую Дюну на 23-й год. Но как будто бы очень быстро как-то. Я думаю, что они очень много сняли в эту... Локдаун? Нет. Ну, когда снимали первую, я думаю, что там сразу... Я думаю, что там все планируют. Да. Я все еще жду... Помню, вот такое же говорили, когда вышел Mad Max от Дорога ярости. И там говорили, что там сняли сразу на три части. Типа там 600 часов материала или вот какая-то такая цифра. Все еще жду вторую часть Mad Max. Не слышал такую байку новую? Да, слушал и филкастит. Да. Надеюсь, что не умрет режиссер. Это уже в возрасте дедушка. Зная то, как все работает, и когда приходят люто-шакальные исходники в работу, каково оно? Когда прям люди без любви сделали или просто настолько без понимания того, что происходит? Ну, слушай, очень редко я сталкиваюсь с такими проектами. У нас как-то они минуют, видимо. Ну, не знаю, везет. Наверное, уровень... Мне кажется, не столько везет, сколько они... Уровень фильтрует сам. Не готовы потянуть такой... То есть, наоборот, сейчас даже какие-то более большие проекты менее относятся бережно к экспозиции, к материалу, потому что они там что-то торопятся. А, например, мелкие проекты, они говорят... Ну, вот мы тут, вот у нас есть вот такая сумма там, вот мы там еле пролезаем, ну, мы там, у нас DIT на площадке, там все отстроено, все ровно, там, ну, просто поразил меня вот на самом деле индийский фильм поразил. Вообще просто, да, был в таком шоке. Я знал о нем, потому что я уже третий фильм делаю с этими ребятами, с этой компанией. Это изначально вот эта индийская компания или... Индийская, да. Ну, то есть, это... Просто интересно, как они нашли русскую студию, которую красят? Им понравился, когда они первый раз ко мне приехали, им понравился какой-то фильм, я не помню какой, они что-то смотрели, сказали, вот мы видели этот фильм, нам очень понравилось, мы решили вам написать. Сейчас не вспомню. То есть, сделали один фильм, потом сделали еще один фильм, там куча какой-то рекламы они прислали. И в последний раз они приезжали, мы делали фильм, и они готовились к съемкам в Питере. И часть фильма там история про человека, который отомстил, то есть, там в начале 1900-каком-то начале века была... То есть, это было под английской колонией Индия, и там в неком штате произошел расстрел какого-то праздника. То есть, не помню точно детали, там такие длинные названия. И человек как бы захотел отомстить. Там был губернатор штата Пинджак, по-моему. И он 21 год готовил покушение. И он в итоге... Столь устремленный. Да-да. И он в итоге там убил этого человека. Ну, с такой-то подготовкой. Да-да-да. Причем он у нее там работал даже. То есть, он не мог его убить. И он все готовил, что он не мог его просто убить. Так бы получилось, что какой-то индус убил англичанин. Интересно, там была монтажная нарезка под его тренировки? Вроде... И они так резко появились. Они там появились что-то в августе. Они говорят, нам надо в сентябре уже все сдать. У нас там релиз Amazon. Какие-то рекламные дедлайны звучат. Нет, оказывается... Я думаю, блин, это какая-то ловушка. То есть, по прошлым проектам было какое-то, знаешь, чуть такая какая-то расхлябанность. То есть, у нас бывают проекты четче. Либо хуже, либо там четче. И я говорю, сколько шотов в графике? Они говорят, тысяча инвестиций. Полтора месяца. Сколько фильмов? Три часа. Я думаю, вообще, мишен импособл. Но у нас какие-то проекты разъехались. Я говорю, ну, давайте. Я им обещал. Мы это долго обсуждали. Тем более, там Арман. Вы же делали к нему эффекты. Да-да-да. Несколько шотов. Одна команда делала его. Да-да-да. Это причем долго тянулось. Я с Арманом общался. С Юлей тоже общался. Я говорю, ну, как у вас там? Да что-то там трём. Там то, они там то, это то. Плюс это ковид все накрыл. И все. Фильм заходит. Мы его собираем. У нас причем стоят два чемодана. Два года с исходниками. Мы им говорим, все, распаковываем, распаковываем. Тут такие кодовые замки. Я говорю, Роник, какой код? Он такой, три нуля. Мы такие, нифига. Прямо чемоданы? Серьезно? Ну, с исходниками. Там диски набитые. Набит диск. И такие чемоданы на складе. Я говорю, три нуля не подходят. Ну, попробуй там один-один-один. Я говорю, нет, все. Такое денежение моей мамы. Такое, все. Ну, вы чемоданы на пустыре принимали? Не-не, они к нам привезли в прошлый фильм. Когда они отснялись в Питере. И к нам они там приехали. И все. Говорят, все, пусть стоят, ждут своего часа. И все. Мы там, я говорю, 7-7-7. Я говорю, открылось там. Все, открылись. Собираем фильм. И все, у нас полфильма. При этом все. Время там. Песок там утекает. Где второй чемодан? Ну, такие, блин, все там. Все. Летит человек там с исходниками. Причем все. Каких исходников нет. Чего нет. Все распечатали. ИДЛ сделали. Чего нет. Все понятно. Летит человек. Прилетает. Все собираем. Опять что-то нет. Он говорит, а у вас есть такой диск? Он такой раз. Фотку посылает. Я говорю, есть похожий, но цифры другие. В итоге какие-то два диска одинаковых к нам приехало. Два одинаковых там. Окей. Все. Продюсер уже. Последний шанс. Я думаю, ну, блин. Как-то не очень хорошо началось. У нас еще там 1200 шотов графики. Еще вставлять. И на, собственно, Ронни прилетел уже все впереди. Там операторы-режиссеры. Привез какой-то диск. Все. Все собралось. Дозаливают графику на FTP. Все встает. У нас никаких вообще нету претензий графики. Там к некоторым шотам. И самое обидное, что в основном к русским. Потому что там делала какая-то питерская студия. Майн Роуд и вот индусы. Индусы делали там затирки. К ним, ну, там, забыли маску. Да. Дотречить или какая-то точка стоит. Ну, ерунда абсолютно. Или там какие-то огонь. От выстрелов. Вот так стреляет. Ну, это там пять шотов из тысячи. Но с русскими ребятами было там вот с питерскими потяжелее. Там они говорят, не хватает там этого. У нас все сходится. Обычно я говорю, сходится. У нас есть монтаж фильм. Есть шот, который не хватает по концу. Его много поначалу. Начинаем выяснять. Там что-то какая-то кипиш начинается. В итоге делают перемонтаж под графику. И там высылают. Там все встает. И я при этом делаю параллельно еще коррекцию. Приезжают оператор, режиссер. И мы так раз фильм начинаем смотреть. Я говорю, давайте посмотрим. Мы потом там по коррекции пройдемся. Какие-то поправки. Они так смотрят. Часть посмотрели. Классно. Все отлично. Я говорю, пожелания какие-то. Нет, все классно. Может, можно было и не искать второй винт. Не, не, не. Второй чемодан. О чем париться. Нет, там все серьезно. Нет, мы что-то поправили. Мы там несколько дней сидели. Что-то улучшали. Как вы тут сказали. Вот это очень важная сцена. Надо ее посветить. Надо видеть героя. И я там рассказываю знакомым операторам. Я говорю, слушай, вот сейчас сделал индийский фильм. Очень потрясающе. То есть, я не боролся. У меня не было файтинга к вопросу об исходниках. Я говорю, я не боролся с тем, что у меня там разные камеры. Или там недодер-передер. И что-то там пытаешься в каком-то коматозе. Там типа герой бежит в солнце. Потом вбегает в дождь. И такой говорит, ну, а что ты, Андрюх, у тебя не свел кадры? Я говорю, в смысле не свел? Я говорю, ты их снял так. У тебя дождь из разных дней. Да. Я не свел. С разными актерами. Да. А там такого нет. И как-то ровно ты идешь. Ты придумал цвет. Ты придумал историю цвета. И он у тебя плавно перетекает. Делаешь какие-то решения. И все. У тебя там... Ты занимаешься, собственно, цветом. Цветовым решением фильма. И ты меньше отвлекаешься на какую-то борьбу с... Техчастью. Техчастью, да. И оператор говорит, ну, конечно, у них в Индии же. Всегда солнце. Солнце. Я говорю, так они же в Питере снимали. Он говорит, как? Я говорю, ну, вот на трейлер посмотри. Это продакшн хороший? Я думаю, что подготовка. Оператор. То есть, оператор говорит, нет, мы не можем. Давайте там сведем. То есть, я помню на первом фильме. Мне оператор говорит, Андрей, извини, пожалуйста. Мы там снимали в другом городе. У нас там сцена. И у нас камера наша не запустилась. Привезли местную. Я ее не свел к первой. Я такой, чего? А так можно было? Просто. Он говорит, можем ли мы попробовать там? Я понимаю, что это трудно. Я такой смотрю. Ну, обычное дело. Одна розовая, вторая зеленая. Я говорю, ну, вот так. Говорит, ну, хорошо. А у нас там... Слушай, я там это... Здесь ночь. Мы вышли. Там было в одном фильме. Слушай, мы там что-то промахнулись. И там, значит, такой герой, значит, ночь. А со спины такое просто белое небо. Я говорю, ну, слушай, можем что-то сделать? Я говорю, ну... Можем закрыть глаза, когда вот со спины поедет. Просто моргнуть. Наморгнуть и все незаметно будет. А там это... Ну, ты же можешь небо... Я говорю, ну, да, вот сейчас будет вокруг Иисус Христос светиться. Ну, на компост чушь. Ну, да. А что за история с чемоданами? Я, наверное, не совсем в курсе повестки. Почему передается чемоданами исходник? Они снимали в Питере. Да, я понимаю, что это, скорее всего, много какие-то винты... Нет, они снимали просто в Питере. У них они снимали там месяц с чем-то. Звучит, как история из 90-х. Нет, и продакшн собрал все исходники. Погрузил это в чемоданы просто. И они просто на вокзал приехали с чемоданами, с колесиками. Привезли там такие у них ласси диски были большие. Просто два чемодана. То есть, это просто было неудобно... Ну, это, наоборот, удобнее, как нам бывает. Привозят, значит, в каких-то коробках. И вот там такие... А, ну, то есть, по интернету вообще большие проекты не передают, да? Ну, а как передать, там у тебя... Не знаю. То есть, там терабайт, терабайт, терабайтов. Ну, вот, мы сейчас за... 300 терабайт. А, 300 терабайт. Да, все. Ну, то есть, там, в съемке обычно это от 3 до 5 терабайт в день, считай. Если две камеры еще, то еще больше. Плюс, если у тебя там 30-50 съемочных дней, ну, вот. Представь объем. Но там же не... Не все подряд на цвет идет. Идет уже только монтажные фазы. Да как, но исходники-то тебе надо привезти все равно. Ну, то есть, не только монтажные фазы, а прям все-все-все. Нет, просто привозят все исходники. И XML-ечку. Ну, и XML-ечку, да, референс. Но, опять же, мы же начинаем намного раньше. То есть, там, как графика началась, да, и мы начинаем выдавать шоты. А, невыданные шоты. Ну, там все приходит, и дает все до монтажа фильма еще. А что-то есть сейчас лучше, чем FTP, по которому все таки передают файлы? Я просто недавно что-то сидел на форуме, вот, недавище, как вчера. И там, видимо, форум каких-то совсем гиков, и там все писали, что, блин, да, FTP, такое старье, сейчас вот S3 круто. Я даже не знаю, что это такое. Я тоже посмотрел это, типа, какой-то новый, даже не протокол. Короче, какое-то хранилище, где у тебя доступ к файлам также прямой, но в отличие от облака, ты там не за место платишь, потому что там оно масштабируемое, ты просто качаешь, там нет такого, что ты во что-то упрешься. А ты платишь, условно, там, за это вот что на Амазоне, и что на Яндексе, что на всех облаках, и то, что ты платишь за трафик, условно, того, что заливаешь и выливаешь. Вот, ну, это какой-то супербыстрый, супер еще что-то такое. Ну, а у нас-то как это? Ну, то сейчас мы делали для кинопоиска, они, у них там S3 какой-то их Яндекс. Вот. Но, смотри, в нашей ситуации, вот мы выгружаем графиком, да, то есть, получается, мы должны куда-то в облако плюнуть, а не с облака забрать. То есть, мы тратим время, трафик и канал того, чтобы плюнуть куда-то, а нет, тут забирают. Проще положить к себе на FTP, сейчас у меня 10 гигабит на Ethernet на FTP, то есть, у меня просто раз за там 100 гигов у меня там за минуту оказывается на FTP, и ребят качают с нужной скоростью. А в чем принципиальная разница? Нет, принципиальная разница во времени. То есть, финализируется проект, да, и бывает так, что у нас обновление приходит 300 шотов. И, например, Майнрод такие говорят, все, мы залили. И мы такие, окей, начинаем скачивать. И все, и начинаем вот они куда-то 300 залили, да, шотов, и мы откуда-то 300 шотов берем. А, у тебя просто FTP локально, я понял. Конечно, они мне плюнули, я со станции просто взял и все. А я думаю, что и то, и то, если... Бывает, что у нас просмотры, говорят, ребята, мы там дозалили, и все, мы так все уже вставили. Да, я имел в виду, если FTP S3 удаленный... О, зачем? Потому что у нас нет своего сервера. Ну, это вообще организуется просто в этот... У меня в Cynology стоишь покупать. Во, про него все говорят. Все его рекомендуют, да. Это вообще элементарнейшее, все работает. Его как в розетку втыкаешь и в изомет, и все. Да, и все, и потом ты находишь Find Cynology Commons, сам тебя находит, ты говоришь, инсталлировать, инсталлировать, и все, у тебя достаточно простейший интерфейс, и все это отказу... Можешь, хочешь отказоустойчивый, хочешь на кучу дисков, хочешь там на это... А что он стоит на... Разный, посмотри. Ну, вот то, что и вот... Рековый, не рековый. Какие хочешь? Я купил там, типа, самые дешевые, но они вообще простые, как я понимаю. Вот самые простые. Терабайт на 15-20 тысяч. Нет, терабайт там диски вставляешь, какие хочешь. А это сама штука. Да, там вот у меня рековый, у меня рековый, причем у меня разных есть эти, разные стадии, то есть я там под проекты есть, там под... Я вообще три FTP завел и распределяю там, один рекламный, один там под этот проект сейчас, или перекидываем в... Сейчас будем в конце проекта перекидывать на более скоростной FTP, чтобы быстрее был фидбэк. А что за более скоростной FTP? Это тоже локальный все равно? Да, локальный, который внутри 10 гигабит Ethernet. То есть просто мгновенно с него забирать. То есть просто бывает, когда... Ну, огромный проект, мы в основном так на огромных работаем, что бывает там, вот сейчас по гигабиту ты такой... У меня Виолетта такая, вот у меня полтора часа будет скачиваться с FTP по локалке. Просто наплевали за ночью. Сейчас тем более сделали этот апгрейд интернета, это до гигабита. Блин, это круто, что такое доступно в Москве и вроде бы достаточно дешево в целом. Ну, как? Ну, дома это дешево, а в контору, да, завести гигабит. Для офисов это дорога. Конторы некоторые скидываются, я знаю, если рядом находятся. Но бывает быстрее. Сейчас хотя заливали на Яндекс и сожрало. По С3, да? По канал сожрало вообще весь. То есть ты уже, я такого не помню, что я такой в Фейсбук загружаешь, он такой... На Западе все используют Аспера. Что это? Аспера – это тоже такой протокол, придуманный IBM-ом. Такой, по-моему, ну, нечто подобное, как FTP. Аспера. Аспера, да. То есть вот все студии... Ну, у постпродакшена есть Soho.net, у нас доступа к нему вообще нет. Есть Аспера. То есть Ваймакс заливать с западниками и с Аймаксом Аспера. Они дают тебе... Сейчас с первым каналом, по-моему, тоже на Паспере. Вот все пользуются FileZilla, но есть FileZilla Pro, который больше всяких протоколов работы. Вот. Наверное, это что-то из тех же, да? Не-не-не, это вообще отдельный интерфейс. У тебя как бы такая сеть, получается, определенное приложение. И у тебя... Ты вообще там такой, говоришь, хочу там, чтобы там 100 мегабит заливалось. Или 300, или 500. У тебя такой, знаешь, вообще линия. То есть у тебя нету провалов каких-то. Все время стабильную скорость держишься. Ну, вот мы заливали все фильмы Ваймакс, заливали просто Канаду по Аспере. Причем это кино... А из Питера чемодан забрали с жесткими. Ну, ребят. Нет, это готовое кино. Там 300 терабайт-то это жизнь положить. А готовое кино сколько весит примерно? Ну, вот такое для Аймакса? Порядка полутора-двух терабайт. Ну, то есть за ночь одна часть запросто заливалась там за шесть часов. То есть без обрыва связи. Ну, да. Если там большая скорость, то в целом норм. Нет, есть же еще какой-то вот... Что-то заливали куда-то. А вот сейчас на этот заливали... На Кинопоиск там. Они говорят, используйте Кибердак. Мы такие, что это такое? Что это такое? Кибердак. Кибердак? Киберутка. Это какой-то S3 FTP клиент. Блин, как все интересно. Я сейчас все приеду домой. Дурацкий интерфейс там вообще очень непонятный. Какой-то тоже там фри. Он говорит, пожалуйста, донейт нам. Это интересно, это прикольно. Я вот развернул свой первый FTP сервак на Яндекс.Облаке, знаете ли. У них очень... Я сейчас пытался дописаться до поддержки, у меня не получилось. И оказывается, у них платная поддержка. Если ты не платишь за поддержку, тебе, возможно, ответят в течение суток. Если ты платишь за поддержку 1000 рублей в месяц, то тебе ответят минут через 15. Если ты платишь за поддержку 6000 рублей в месяц, то тебе ответят за 5 минут, и ты можешь им даже позвонить. Продавать поддержку. Вообще отлично. Не, ну а как? Ну, сейчас про технологии. Я сейчас занялся что-то на отдыхе, читал какую-то статью. Думаю, интересно, надо апгрейд сети сделать. Это мы так что-то... Ну, у меня внутренняя сеть на станции 16,8 гигабит Fiber Channel. Я думаю, как бы побыстрее бы. И прочитал про InfiniBand. Такая штука, которая там дает 40 гигабит. Есть, оказывается, 100 гигабит Ethernet. Я залез на Авито, оказывается, там все это можно купить за копейки. Я скупил там эти карты, там какие-то кабели такие, знаешь, как это такое... Как от пылесоса шланги такие. Такое подключается. Да. И оптические вот эти даки. И просто я сейчас вот жду, не дождусь выходных. Завтра буду разбирать сервак. Буду это... И я уже провел тесты, пару часов вставил. И уперлась, что у меня... То есть, карта фактически... То есть, есть гигабитный Ethernet, 10 гигабитный. А это 100 гигабитный. То есть, и скоро... Я уперся, что у меня там мои массивы, в которых там 45 дисков в рейде, да? Они не могут больше двух выдать. То есть, а я могу 10 воспринять. То есть, я думаю, блин. Ну, прикольно. Теперь все диски нужно менять. Вот я что думаю? Мужику нужен гараж, чтобы в нем копаться. Ковыряться и ковыряться. Не важно, что там. Нет, там это же для чего создавалось. Что там же это... То есть, у тебя прямой... У тебя карта имеет прямой доступ к памяти. И это для кластеров. То есть, ты можешь там поставить два компьютера, воткнуть между ними InfiniBand. Да, напрямую заткнуть. И у тебя один компьютер может использовать GPU второго. И вот шина между ними будет прокачивать эту информацию. То есть, она... В принципе, скорость фактически PCI. Вот. То есть, это... Ну, это создано для дата-центров. Для просто... Ну, вот этих там... Есть карты, которые там просто на 30 километров по оптике передают. Чудеса технологий. Вот нужно майнить. Нет, это все... Причем это устарелое. То есть, это уже старенькое. То есть, это все уже сняли... То есть, я смотрю карту. Она уже там типа не продается. Но я поразился. Почему это на авито появляет? Почему это дешево стоит? То есть, там карта в розницу. То есть, можно какие-то купить час. Она стоит, например, 150 тысяч рублей одна. На авито я взял за 3 тысячи рублей. Может, не популярно очень. Нет, там у тебя просто есть дата-центр какой-то огромный. Там американский, например. И у него там цикл обмена оборудования 3 года. И у них там 3 года пришло. Они говорят... Ну, так, эту стойку, значит, нахер. На авито. Да, на авито. Все это народ скупает на ebay. И сюда... Там авито тот же ebay. И все так привозят сюда. И все. И там я купил какие-то уникальные вообще вещи. Либо там кто-то там... Какой-то приехал старичок такой. У него, значит, в коробке из-под материнской платы. Там две карты. Вот такой кабель. Я говорю, вот мы с сыном хотели там кластер для научных каких-то. Какой-то профессор просто. Это в России, не в России? В России. Он к метро подъехал. Там две карты. То есть, если так покупать, это там... Ну, 1150 стоило. Это все. 10 тысяч. Блин. Отдал. Технологии. Вот у меня сын купил, но что-то не запустили. Так, а если это уже устаревшие такие скорости, то что сейчас современным можно считать? 400 гигабит Ethernet. Да как так? Что это? Это было... Я купил карты Melanox, и они, по-моему, продались NVIDIA за что-то 1,2 миллиарда долларов. Сейчас NVIDIA занимается вот этим... Залезьте просто NVIDIA вот это Ethernet. И там есть 400 гигабит Ethernet. Пар акций NVIDIA. Ну, мне кажется, это... Все, не подешевеют. Это же совсем не для... Ну, не для массового использования вообще. Ну, это вот просто для кластеризации. Ну, представь вот эти магистральные интернеты между... Континентами. Континентами, да. На чем его строить? Да. Просто на вот этих безумных каких-то картах. Кто-то прокинул... Витая пара одна лежит на океанчике. Кто-то прокинул кишку между континентами. Где-то... Да нет там эти... Бангладеш с чемоданами. Да. Срочная передача. Бигдата. Бигдата там с тележкой. Кино с чемоданами. Чемоданшки с кино. Ну, а там еще эти... Компакт-диски. Да, это, конечно, сложно вообразить. Сколько там данных вообще проходит. Ну, как нефтепровод такой же толщиной. Что-то только... И там, ну, так как я сам всем занимаюсь, интересуюсь, у меня там никакого сейс-обмена нет. Сижу там, думаю, господи, это же надо как-то... Причем там купил еще свитч, это-то, инфини-бэнд. Там свои штекеры. И надо же там типа в эту сеть пройти. Здесь виртуальная сеть. Там еще в командной строке это все. Думаю, блин, нафиг все. Так ты маком пользуешься, яблоком или на линуксе все сидишь? Не понимаю, в какой стороне я тянет. Рабочая станция основная на линуксе. Там центоз старый. Сейчас они вроде фильм Лайт сделают на восьмерке. На центозе. А почему центоз? Не знаю, как-то они взяли за основу его. Чем он лучше? Так как у них есть станции, которые там типа Безлайт у них. Безлайт Х это... У них есть нодовая структура. Безлайт 8 было 8 нод. У тебя они 8 нод объединяли в одну станцию. Это одновременно работало. Вот может для этого. Но причем у них свой дистрибутив. То есть это не просто центоз. А, ну он сразу настроен. То есть фильм Лайт Ост называется. Фильм Лайт Ост ставится. Там есть свои утилиты, свои команды. В общем все. И свой интерфейс. То есть он там как-то бьет диск. То есть бьет диск. Но телефон у тебя айфон. Телефон и айфон. Потому что просто и айпад. И айпад. Потому что экран хранит. И аймак. И магмук. Ну вот поставлю центоз себе на работе, чтобы за все отдуться, компенсировать все эти яблочные штучки. Мы так много про эти интересные технологические штуки говорим. Мне интересно. Мне тоже очень интересно вообще. Всправе, да? Про С3 поговорим. Для меня это вообще звучит как все волшебство. Когда такое представляешь, какие скорости интернета существуют. Вот эти скорости передачи данных. Для меня волшебство звучит все еще чемодан с фильмом. Сколько у вас исходников? Три чемодана. Да. Исходники мерить в чемоданах нужно. Килограмм сколько? С метра так пишем. Это 56 килограмм. Там исходников. Это смешно так измерять. Жесткие диски не такие дорогие. Мы вот сегодня взяли жесткие диски на 6 терабайт, на 4 терабайта. И уже не такие космические цены, как... А вам сколько надо? Вот на 6 и на 4 по 1. У меня просто от старого сервера куча дисков. О! Знать бы 3 часа назад об этом. Да, да, да. Нет, сейчас колоссальная проблема. Нет, можно высадить. Может, у нас в чате кому нужно, мне кажется. Ну да. Дэн заберет. Ну там же... А, да, кстати, у нас в чате, если что, постоянно кто-то сервера свои собирает, ФТП собирает. Если что, их можно у нас продать кому-нибудь. Посмотрим. Еще проблема, что в видеокарт нет. Ох, это да. Но она до сих пор уже так долго тянется. То есть вообще нет. То есть я сейчас... Мне нужна была рабочая станция. Мне говорят, у нас типа поставка 12 недель. А на чем ты хотел собрать? Юлит. Да. Я вот себе еле-еле купил. Когда вот они чуть-чуть подешевели, и простую самую там, ну типа 3070 Ti, и я ее купил за 80. И уже поздно купил. Ну, я ее купил, когда они еще... То есть они там стоили 140, когда-то потом что-то случилось, что они подешевели до 80. Я такой, бля... Ну смотри, прошел почти год с тех пор, как мы... Ну мы одно время обсуждали карты много, но прошел почти год, а они не дешевеют, они все так же стоят. Да, да. Моя карточка 1060 на 6 гигов, которую я брал за 19 тысяч, стоит 55. Это ужас. Да. И нет причин, нет никаких предпосылок к тому, что они подешевле. Ну единственное вот, что я слышал из новостей, это... Может новые выйдут. Главная из AMD, как ее зовут, не помню. Она говорила, что вот типа в 22-м, в середине 22-го может быть что-то исправится, но... Ну это как с ковидом, я думаю. Ну да, 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 да. Как когда... Просто все привыкнут сгладиться. Ну тут просто все как-то навалилось в кучу и... И жесткие. И новые, не, и новые видеокарты, и новые консоли, и все вышло в самый жуткий год ковидный. И понятное дело, что не будет хватать всего. Вот мне сейчас оператор сегодня рассказывал историю, что там друг у него рассказывал, что стоят в Америке машины, заводы американские. Все, машины готовы. Они их не могут продавать, потому что нет мозгов. А, да, тоже для машины же все эти... Вообще, это... Глава там что-то в какой-то... Полупроводники нужны. Что-то я где-то слышал... Возможно, я где-то слышал, что даже где-то функционал машин обрубают, чтобы просто подешевле было продать. Ну вот, регресс идет. Не, мне что-то была нужна видеокарта, я как-то там... Как-то это было... То ли я много говорил об этом, что моя жизнь... Жена узнала, и она говорит... Блин, это не столько безумных денег. Она мне прислала такой мем смешной, там типа «Поле чудес». И там чувак говорит... Ну, а как вы потратите там выигранный вами миллион? Куплю игровой компьютер, это такой ведущий. Что, без видеокарты, что ли? Что правда, то правда. Ну да, сейчас компьютер собрать, это не дешево. Да-да-да. Да офигеть, полкомпа стоит видеокарты. Ну, в целом, как будто бы всегда так и было. Видеокарта была самой дорогой штукой, но сейчас неподъемно. Ну сколько сейчас? 30-80. Ну, я думаю, так же под 200-150, что-нибудь такое. Это очень дорого. Это очень дорого. Да. Это очень дорого. Но везде... Придумают они же... Не, у меня вообще мнение, что каждая новая версия Windows или там процессор, они специально замедляют, чтобы не хватало. Иначе что? То есть придумали бы уже быстрые процессоры придумали. Операционки все замедляют. Программы придумывают новые функции, без которых ты вдруг не можешь жить. А как будто бы все это время до этого жил спокойно. Ну, до этого, да. Как будто бы Windows 98, если сейчас поставит, он будет быстро работать. Но он должен вообще просто там... Да, он со всеми обложениями. Должен запускаться идеально. Жалко, киберпанк на них не пойдет. Сейчас диски там, SSD, NVMe, просто у тебя мгновенно все. Но при этом... Много дописывают, защиты всякой еще чего-нибудь. У меня с Windows, раз уж мы заговорили, такая проблема... У меня на двух компах с Windows была такая проблема. В CGF на рабочем компе. И она не лечилась. И вот на одном из домашних компов у меня так. То, что он пытается качать обновления, устанавливать. И у него этот процесс просто в какой-то луп выходит. И он ничего не делает. Они никогда не будут установлены. Но он жрет все ресурсы компа. Просто пока ты службу не отключишь. А служба... Лицензия же. Лицензия. А служба не отключается. Ну, она отключается только если вообще ты зайдешь через службу, и отключишь, но она типа через какое-то время сама включится. Через пару часов. Вот поставлю одиннадцатую винду, а там все идеально будет работать. Вот расскажи, пожалуйста, как там одиннадцатая винда. Все программы перестали работать. Что-то там вот сдохла она пару дней назад. Кто? Одиннадцатая. Сказали, что вырубилась по всему миру. Там что-то половина перестала запускаться. А я только посмотрел, что она такая хорошая, красивая. А я смотрел какой-то обзор, что-то я посмотрел как раз обзор одиннадцатой винды, чтобы вдохновиться и поставить, потому что, ой, люблю эти превью, билды и все прочее. Но там прям, говорят, не готово. Но я все равно хочу поставить. Вот на ноут, который нас пишет. Возможно, следующий подкаст не запишем. Про Петровых. Что в них интересного было? Мне так кино понравилось. Восемь его не смотрел. И я даже на этом из-за кино решил прочитать книгу. Вот сейчас на середине. Зато я посмотрел на днях Дракулу с Кианой Ривзом. Старую. Ох. Потрясающе. Да. Шикарное кино. А мы сейчас посмотрели вообще фантастический просто фильм. Ну, на Нетфликсе. Как же он это? Про локдаун. Французский фильм. Я его тоже смотрел «Заперты вместе». Вообще просто. То есть, такое юмор. Крутое кино. Ты смотришь его и почему... Он меня в списке на «Посмотреть», но я его послушаю. Просто почему у нас не снимают какие-то фильмы? Да, оно такое просто... Вы элементарное просто. Такое откровенное. Ну, оно прям... Вот ты его смотришь... Доброе. Чем оно берет? Да просто простотой. Просто простотой. Да. Что ты смотришь, ты веришь, что это может быть. Что это обычные люди, которые там вот в каких-то ситуациях. Да. Просто еще там, зная французов, да, ты понимаешь, что ну, да, они вот такие. Ну, там еще вся вот такая иногда преувеличенная комичность, да. Луи Дуфинес такой, да? Да. Вот с этим «Доктором» история такая очень-очень смешная. Но в целом такое доброе кино. И так грустненько заканчивается в конце. Ну, оно должно было грустненько закончиться. Ну, они умеют, они вот жонглируют юмором. И ты... Мы там вообще в голос смеялись. Там их грустно окатывало. И там они, персонажи там менялись ролями. Ну, вообще. Прекрасное кино. Вот абсолютно такое. У меня есть список фильмов, рекомендаций, которые я должен посмотреть, которые я записываю, веду, вычеркиваю. Вот до него еще не добрался. Очень-очень. И его случайно так на него натыкаешься. И типа такого рекомендации. У нас родители посмотрели, говорят, а вы смотрели? Мы говорим, нет, что такое-то. Мы раз включили, и все. Да. Выключил. Супер-супер крутое кино. Я посмотрю. Им понравилось. Петровуев. Повернемся к Петрову. Петровуев, ну, фантастическая команда. Ну, да. То есть, Кирилл, Влад, оператор. Да, апельянцы. Да, хайп. Он же получил технический, как бы, в Каннах есть технический приз за достижения, собственно, в какие-нибудь... Ботографии, именно технической. Вот он за этот фильм получил. Ох, ну, он там снял. Криз, который в несколько... Не каждый год выдается. То есть, прям до достижения ему дали. А по работе что там интересного было с твоей стороны? Особо... Ну, там интересно искали решения детских воспоминаний. Там, ну... Я уже делаю, по-моему, с Кириллом. Это был первый «Ученик», «Лето», «Петрова в гриппе». Третий фильм, получается. Что-то было. Да, у него, по-моему, больше ничего не было. Да-да-да. И... Ну, то есть, это тандем. То есть, и Влад, и Кирилл. И... То есть, там, с моей стороны, немного работы, потому что уже много придумано. Ну, они прям такие художники. Да. Творцы. То есть, и интересно то, что фильм... Такие там фокусы. Они придумали фокусы. Когда там есть... Дорн. Ну, помните, он появляется. Там приходит в какое-то издательство. Потом едет на лифте. Потом вот это... Целуется там с другом. Потом... Вот к нему домой. Да, домой. Там что-то... Да, еще там вот это. Это снято одним кадром. Да. То есть, это там 20 минут сцена снята просто одним кадром. Там немного было дублей. Вот там... То есть... Что там корректировать? Делал все. То есть, у нас было там как маленький фильм. Там были переходы. Здесь там у нас... Ну, там же еще вот эта перестановка была крутая в начале. Когда он первый раз зашел в издательство. Потом он типа вышел. И на его крупном плане он же возвращается опять в это издательство. И там типа прошло много времени уже. Когда там они Новый год уже отмечают. Вот это все. И... Не, а как вот они пьют там и... Там Влад идеально сделали выгородку. Идеально светом. Что они пьют на улицу. Он заходит. И вот там девочка берет и просто приводит. А как вам там дипфейк? Ну, там вообще... Я первый раз увидел. Я говорю, ничего себе. Классно вообще. Я просто... Идет дядька такой в виде мальчика там по лицу стилда. Да, вообще безумная работа. Да. То есть там уже очень аккуратно все сделали. Мне еще очень понравился в нем кадр в библиотеке. Когда... Ну, тоже вот это что одним кадром снято. Где Петрова постепенно в зеленую одежду переодевается. Да, да, да. Где там у них секс в конце этого кадра. Ну, или вообще весь этот кадр. Вот. И она там в начале в обычной такой библиотекарской одежде какой-то. А потом у них там начинается любовная сцена. И постепенно-постепенно там через полки ходят. И в конце она вся в зеленом сидит. Очень красиво. И там еще крутая работа художников. Не знаю, чья это задумка. То, что, ну, ряды книг. И там типа все там буквы на книгах. Типа О-О-О-О-О-О. Типа А-А-А. Ну, как типа звуки при сексе, которые издают. Там типа стоны. Вот это все. Очень такие детали мелкие. Безумно крутая штука. Ну, у Кирилла была прямо вот... Я помню, самая долгая одна, чем мы бились над цветом пальто. оматываю. Прямо он говорит... А это же все наложил еще на локдаун. Я постоянно их... А его снимали когда выходит? Зимой? Прошлой? До локдауна. А его еще снимали до локдауна вообще? Да-да-да. А, он такой долгий. Я точно не помню, но, по-моему, да. Не, просто Кирилла же вроде как выпустили. Там еще снимали там... Ну да, ну... Сейчас не могу сказать. В общем, пост-продакшн прямо на локдаун лег. Я там то студию открывал, то студию закрывал. Все такие, все, я не пускаю никого. Давайте через интернет. Большое спасибо нашим патронам. Надя, Илья Солярский, Илья Костенко, Карбон Кор, Юля Гюне, Бо Керни, Алекс Бродский, Александр Кайгородов, Кир, Олеся Радзиевская, Иван Марченко, Артем Леонов, Марк Квинси, Юрий Тарханов, Маргарита Левченко, Арман Яхин, Андрей Мяснянкин, Тим Попов, Сергей Фролов и всем, 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 благодаря кому выходит этот подкаст. Спасибо вам большое. Если вы еще не с нами, то присоединяйтесь. У нас есть Патреон. На Патреоне подкасты выходят на три дня раньше. У нас есть Ютуб. Видео на Ютубе. Можно поставить лайк, поделиться, написать комментарий. Это очень важно. И очень важно, на самом деле, поделиться, потому что, знаете вы, расскажите, если кому-то видео понравилось. Есть аудиоподкасты и на Яндексе, на Apple подкастах, на Google подкастах и везде, везде, везде. Все, большое спасибо. А, Патреон. Суперважно. Вот, все благодаря Патреону. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok